здесь отцу наверно 20 модница как я угоняла машину но три посылки сайта не шик прям так положу шнурки большой привет из риги друзья у нас очень жарко выгляжу я не очень хорошо но по плану у меня снять домашний блог очень давно не было домашнего блога очень сегодня будем заниматься домашними делами вечером у меня в шесть часов стрим в городе и до пяти часов вот у меня есть четыре часа сейчас первый час дня есть четыре часа снять домашний блог и поехать в город по плану меня сегодня распаковать посылки ньюшика красить голову посмотрите как некрасиво я решила что обесцвечивать я не буду в этот раз сразу покрашу краской именно розовым деревом потом еще хочу показать вам фотографии у меня спрашивали лена покажите фотографии где вы с длинными волосами я написала что таких фотографий нет а до этого еще спрашивали покажите фотографии вашей молодости приготовила несколько альбомов чтобы вам показать эти фотографии квартиру мне убрать его понемножку краска у меня я ее покупаю парикмахерскую своего мастера профессионально называется розовое дерево я сначала перед покраской обычно обесцвечиваю волосы но сегодня мне лениво и когда я вот типа тон наношу я использую трехпроцентный профессиональную перекись но сейчас решила 9 процентный чтобы уже знаете как покрасить такая кашица у меня получилось она сейчас начнет становиться фиолетовым уже фиолетовая а только-только покрасилась я не знаю сколько я буду держать потом вам расскажу сейчас пока краситься волосы у меня я покажу вам фотографии но конечно не самого начала как фотографии лежат в альбоме здесь мне наверное года четыре я с папой где это скорее всего это влепые короткие волосы это влепые не помню где я по моему в каком-то стриме рассказывала что папа с мамой развелись и папа уехал в лепую там женился вторым браком я иногда туда ездила недолго но ездила верить у меня коротенькие волосы бантик папа с мамой им здесь отцу наверно 21 а маме 18 лет ну и опять посмотрите короткие волосы я не помню сколько здесь мне лет это на даче у бабушки на огороде здесь уже постарше в садике тоже не знаю какой год это тоже у папы глеб и везде короткие волосы а здесь не точно наверное 6 лет потому что нет переднего зуба видите какая я модница стрижка типа коры челочка прямая и бусики наверняка мамины но и волосы чуть длиннее возможно у меня были вот мне 14 я новый год 1 свой новый год вне мамы она отпустила меня с сергеем это ученики кадет или как называется мореходного училища это новый год и вот такие ну наверное да самые длинные волосы у меня были тогда вот посмотрите чуть чуть длиннее у меня было когда мне наверное было 35 лет здесь мне лет наверно 12 или 13 а здесь вот скорее всего 14 15 здесь мне 17 лет и где-то я помню рассказывала про то как мы угас как я угоняла машину но типа мы ездили гулять с жениным папой с его другом вот это друг и вот этот жигуль который я в какой-то момент хотела угнать не за 17 и у меня опять короткие волосы а а здесь мне 20 или 21 на этой фотографии а вот эта фотография так какой-то год 77 здесь мне 16 нет подождите до 16 лет друзья и вот видите тоже я очень была большим фанатом мир и мать я как и моя мама и я хотела очень стрижку от мир и мать я сняли 2728 мы тогда с мамой и с женей ездили в олопку отдыхать чудеснейшее время просто чудеснейшее 20 дней по моему 20 дней мы ничего не делали валялись на пляже загорали купались просто счастливое время было и здесь я видите блондинка и опять короткие волосы вот эта фотография где мне самые длинные волосы в жизни моей август девяносто шестого года я очень толстая посмотрите друзья какая я толстая с длинными волосами ужасно просто ужасно это мой юбилей 35 лет и больше я никогда не отращивала волосы и они у меня становились все короче и короче 38 я родила катю мне 39 друзья и посмотрите вроде короткие но еще темные волосы я считаю что очень некрасиво и рыжие волосы я достаточно долгое время ходила с рыжими волосами это центре города сын тогда только начинал работать в сфере бармен работал барменом и он тогда мне закатил можно сказать шикарнейший юбилей своем там где он работал ресторанчики и опять короткая стрижка рыжие волосы и мы как я уже рассказывала если кто помнит по моему тоже на стриме что нам подарили путевку в турцию на 7 дней 10 лет фирмы и мы летели в турцию большой компании 5 или 6 человек это же короткие волосы третью фотографию которая вам покажу это начало моего уже после турции начало моего можно сказать перерождение как внешне так и внутренне я до этого никогда бы не позволила себе вот такие джинсы просто никогда но что-то случилось в турции об этом кстати был ролик что я приехал вот стала меняться что меня очень друзья раздражает как это посмотрите мне такое впечатление что все-таки у меня пылесос не мощный маломощный вы видите какая ерунда но просто миша бессюка вот надо постоянно потом братья руками вот так все делать и потом пылесосом собирается ну представляете какой это адский труд помыла минут двадцать двадцать пять прошло после того как я покрасила как-то знаете достаточно фиолетово получилось мы посмотрим когда высохнут что будет вообще за цвет наверное я передержала немножко но два-три раза помою ничего смоется но и друзья посылки три посылки сайта не ушек прям открывать обозревать спортивные штаны ночью красивенькие сам далее смотрите как запаковали даже в такой мешочек молодцы китайцы самая наверное долгожданная тоже запаковано в таком кулечки и тогда красота смотрите друзья обалдеть те три так где 3 все заказы вот они сейчас вам покажу выбрала катя а сумку заказала я для себя сейчас будем смотреть все ссылки оставлю в описании под роликом кому-то что-то понравится либо себе либо ну вот штаны не знаю возможно они только маленьких размеров а сумки есть там и другие расцветки все ссылки будут в описании чем давайте смотреть там и очень маленькие они синтетические прямо скажу что знаете вот летом конечно в такой синтетики достаточно трудно будет по размеру не знаю дочь не мерила так как я еще вот не открывала но как оказалось что это не дочери это сделать интересные красивые полосочка очень лично мне понравились сандалики очень хорошенькие людьми на вот такой подошве здесь по моему как супинатор но на самом деле как это на ноге будет удобно или нет вот этот супинатор я не знаю дочь выбрала какую выбрала дочь по моему 39 размер так как они все-таки я думаю маломерки здесь на липучке очень удобно знаете если нога широкая достаточно мягкие вот здесь и вот интересно так сейчас покажу вам вот тоже не знаю как это вообще для пальчиков выемка только я для себя выбрала мне хотелось вы знаете небольшую светлую кроссбоди я пока найти не могу когда нюшек предложил мне очередной раз сделать заказы у них то конечно же я сразу знала что я хочу заказать сумку причем сумку небольшую и видите она вот такую нее рисунок как под ботегу похожую сумку почему я и заказала эту похожую сумку видела stories то есть вот рядышком с косом магазин and stories что-то такое но там она 129 евро и конечно же мне такие деньги очень жалко хотя все может быть она очень кстати хорошо застегивается расстегивается сейчас я что-нибудь положу туда чтобы посмотреть как она будет держать не то что форму вот здесь кстати видите картон очка мне самое главное чтобы сумку входил в телефон powerbank он достаточно большой и еще есть в городе я где-то снимаю то вот я не всегда ее беру но часто при ножку сейчас положим посмотрим посмотреть очень вместительная туда еще что многое что можно положить очень даже неплохо лишь бы теперь выдержала если у меня будет тяжелая сумка то лишь бы выдержал вот этот шнурочек он такой знаете достаточно тоненький но посмотрим потом обязательно вам расскажу как это будет в носке растет к я хотела именно эту хотя на сайте друзья там их пять или шесть расцветок но на сайте она выглядит такой розовый хочу еще сделать сегодня эксперимент я купила кроссовки найка скин первый день секонд-хэнди они летние ну я так думаю что летние сеточка я купила их на работу потом как я вспомнила оказалось что у меня есть спортивная ветровка костюм получается так вот я хочу их постирать стиральной машине я не знаю что получится просто не знаю ну вот хочу попробовать про экспериментировать загрузим их прям так положу шнурки не буду снимать быстрая 29 в общем-то это не надо так это не надо на 1000 оборотов принципе даже если я поставлю на 800 будет те же 29 минут в общем то я часто стираю фэри такие знаете темные вещи какие-то и если пятно какое-то я сначала заливаю фэриком на это пятно а потом добавляю еще стирку будет достаточно посмотрите как фэри пенится к да у нас очень жарко и кузя бедненький мучается да и так полежит и сяк полежит ну и смотрите что получилось у меня после стирки так посмотрим вроде не развалились вроде все нормально ну посмотрим вот как они высохнут еще а так в общем то даже очень хорошо постирались а все дела на данный момент сделала и все-таки решила сходить магазин вас с собой в магазин не беру очень жарко показывать не буду уже когда приду покажу что купила купила огурцы и помидоры помидоры я люблю а вы не вот купила нектарины такие достаточно мягенькие ну конечно кузя корм две вот таких утром это там такая знаете как рис очень вкусно на завтрак обычно это последнее время покупаю и моцарелла лениво готовить жарко порежем моцареллу помидорку будет вот такой вот обед и конечно попить было вам показать вот это по вашему совету детролекс я купила уже выпила пила буквально по три наверное таблетки день и вот два дня назад у меня закончилась а я работала не купила результате ужасно судороги я пошла и купила вместо детролекса попробовать флабиен вот вот этот 500 а это 1000 вот когда попью это выпью расскажу вам как она лучше подействовала чем детролекс или нет ничего особенного просто нарезала сыр помидоры огурцы не очень нравится соевым соусом единственное что возможно еще добавить оливковое масло виноградное я пользуюсь только таким и для жарки и для использования салаты она для меня как оливковая красавчик со мной отдыхает рядышком 4 часа дня уже скоро ехать в город на стрим гулять с вами по городу я решила сегодня знаете щеки красные очень жарко я решила make up forever у меня кстати совсем немножко осталось 315 мне все-таки думается что мне надо потемнее ну в общем 315 вот здесь припудрю чтобы не так красным было и поедем уже в город а я не показала вам вазочка друзья посмотрите какая чудесная вазочка это я когда гуляла в один из дней по мою на прошлой неделе там где бижутерия частенько мы с вами гуляем в тот секонд вот там купила эту вазочку очень довольна а цветочек я знаю что искусственные цветы но вот кстати у вас в доме есть искусственные цветы у меня нету кроме вот этой розы которая подарила мне дочь наверное лет семь назад и я но никак у меня рука не поднималась ее выбросить хотя я почему-то считаю что искусственные цветы в доме нехорошо хорошо стряхнуть у меня кстати ролик есть про ой давно уже снятый промайка forever у меня есть кисточка можно кисточкой пользоваться но мне почему-то удобнее пальцами он на водной основе и мне он очень нравится просто вот есть у вас есть возможность я вам просто очень рекомендую ему уже года два до года два как я купила достаточно большая бутылочка конечно я не каждый день им пользуюсь но довольно часто и вот я пальцем вбила а так как он на водной основе испарилась влага и он впитался в кожу и причем вот этим я знаю что есть специально нужно под глаза сюда на все части тела отдельно но я этим пользуюсь именно под глаза тоже то есть когда я покупала консультант сказала что да можно именно вот это на водной основе пудрю тем же от майка forever тогда же когда покупала тональник купила и пудру пудра прозрачная и такого знаете когда консультант сказала плотного плотного нанесения то есть я неправильно что-то говорю но в общем сейчас покажу вам плотного покрытия вот вспомнила но теперь я понимаю что надо было наверное там было два варианта плотного покрытия более легкого я считаю что надо было лег более легкого покрытия все-таки так ну вот посмотрите пожалуйста насколько купероз на щеках он пропал ну вот и все осталось только блеск для губ и все я готова вот вот и все вот и все Продолжение следует...